Продолжение следует... Познакомимся чуть попозже подробнее. И Евгений Сазонов, Head of Pro Computera. Евгений, передам тебе слово, поподробнее о себе рассказать. Ну и, наверное, перейти можно будет к презентации, так скажем, не ожидая особо. Да, спасибо большое. Давайте сразу тогда перейду к презентации, расскажу немножко про себя. Так, очень надеюсь, что вы можете видеть мой экран. Ну, скажите мне, пожалуйста, если это так. Не вижу чатика, поэтому если не скажете голос, он будет полезен. Сергей? Да, верно. Отлично. Окей, давайте начнем. Пару слов про меня. Еще раз, Евгений Сазонов. Я работал в ритейле достаточно долго, там где-то лет 15 на должности IT-директора. Потом три года в сфере кредитования в должности тоже IT-директора финансового холдинга. Мы работали в пяти странах. Это были ломбарды и Payday Loan в основном. И вот уже там два с половиной года я присоединился к команде Компитера и в качестве продакт-менеджера. Еще у меня есть две дочки. Еще я очень люблю живые дискуссии, поэтому не стесняйтесь, задавайте вопросы. Пишите их в чат. И после того, как я сделаю свою презентацию, отвечу на каждое из них. Тема наша сегодня – это оптимизация затрат на ценообразование, в принципе, и в условиях кризиса. Почему она важна? Потому что, ну, очевидно, что она про деньги. И, в принципе, про деньги нужно думать всегда. Но особенно эта тема актуальна именно в моменты какой-то экономической нестабильности, когда компания начинает урезать бюджеты и сокращать сотрудников. И вот нужно думать очень сильно. Вот компания задумывается именно на тему оптимизации затрат. Хочу сегодня поговорить про три основных темы. Это оптимизация затрат на мониторинг конкурентов. Такой очень популярный запрос. Автоматизация ценообразования, ну, просто процессы ценообразования и автоматизация ценообразования при помощи нейросетей. У них будет повышение немножко сложности. Я в каждом из кейсов буду показывать какую-то сложность и какую-то эффективность, которую вы можете из этого получить. Ну, постараюсь раскрыть. И пытаюсь сделать наш сегодняшний вебинар максимально практичным, чтобы дать вам какие-то идеи, которые можно имплементировать. Вот сегодня желательно. Окей, давайте начнем. Оптимизация затрат на мониторинг. И первый такой кейс – это разделение списка конкурентов по группам товаров. Что здесь имеется в виду? То есть обычно есть какой-то ритейлер, у него есть там какой-то ассортимент товаров, есть какой-то количество конкурентов, и компании часто мониторят всех конкурентов во всех группах товаров. Это ведет к увеличению затрат ненужных. Хотя на самом деле внутри одной группы товаров вряд ли стоит иметь больше, отслеживать больше, чем 10 конкурентов. Потому как это достаточно сложно сделать, именно реагировать на такое большое количество конкурентов. Вряд ли все из них влияют на ваши продажи непосредственно. Поэтому вот такой пример, что 1000 товаров и 50 конкурентов – это 50 тысяч цен, а 1000 товаров и 10 конкурентов в группе – это всего лишь 10 тысяч. То есть можно свои затраты у тех провайдеров, которые прайсят вас по количеству датапоинтов, которые они приносят, можно сократить это в очень много раз. Сложность у этого минимальна и эффект максимальный. Далее второй кейс – это разделение частым мониторингом по ролям товаров. Более сложный кейс. Предположим, что есть там 10 тысяч товаров, 10 конкурентов и 30 дней в месяц. И вот делая вот таким образом, нам надо будет собрать порядка 300 тысяч датапоинтов. В другом случае, если мы разделим наш ассортимент на несколько корзин, там KVI, корзины и Longtail, например, и корзины мы будем мониторить даже два раза в день, а не один раз в день, а Longtail будем мониторить один раз в неделю, то мы тоже можем сохранить достаточно много денег, уменьшив количество мониторинга порядка, чем в два раза. Сложность здесь повыше, потому как нужно уметь разделять, то есть ваш провайдер по ценообразованию должен уметь помочь вам, или вы должны это сделать внутри, разделить ваш ассортимент на вот эти корзины и понять, с какой частотой нужен мониторинг каждой из корзин товаров. Третий кейс – мониторинг маркетплейсов или сайтов сравнения цены вместо сайтов конкурентов. Ну, возьмем какой-то тоже кейс, то есть есть тысяча товаров, 10 конкурентов и 30 дней, и, допустим, цена товара, цена за мониторинг прямого сайта конкурента, там, один, там, один цент, например. И в итоге вам обойдется это там в 3000 денег каких-то абстрактных. Но если вы будете мониторить вместо этих 10 конкурентов один маркетплейс, и вы понимаете свои конкурентные окружения, что ваши конкуренты есть на этом маркетплейсе, и даже при том, что цена маркетплейса будет в два раза выше, чем цена за сайт, за прямой сайт конкурента, то вы потратите в пять раз меньше денег, но в данном случае эффект очень большой. Сложность этого минимальна, и на самом-то деле там повышается и качество сопоставлений, потому что нужно проверять его там один раз, а не 10 раз на каждом сайте. Ну, и там куча, целая куча плюсов, помимо уменьшения стоимости мониторинга. Также, например, один из плюсов – это увеличение конкурентного покрытия. То есть на маркетплейсах обычно ассортиментное пересечение гораздо выше, чем с сайтами конкретных конкурентов, потому что там много селлеров, они продают больше товаров, и вы сможете покрыть больше, ну, конкурентами данными вы сможете покрыть больше объем товаров, и глубина этого покрытия будет гораздо выше. Ну, максимум, что мы встречали, это на один товар 1700 конкурентов было с маркетплейсом. Кстати, было на Яндекс.Маркете. Вот, 1700 конкурентов, вы можете получить 1800 конкурентных цен. И это очень интересно. То есть мы видим, что по сравнению с прямым мониторингом конкурентов, можно увеличить покрытие там в 350 раз. То есть увеличить количество данных, которые вы будете получать по мониторингу. Следующий кейс. Это более сложный кейс. Он состоит в том, что нужно, в принципе, держать конкурентов, ну, чем меньше, тем лучше мониторинг, но нужно понимать, какие из конкурентов действительно влияют на ваши продажи, то есть кого действительно стоит мониторить. Потому что интернет большой, селлеров много, и не обязательно, что какой-то там Вася Пупкин, который имеет свой интернет-магазин, влияет на ваши продажи, и вообще нужно под него каким-то образом подстраиваться. И вот нужно уметь определять этого конкурента. Есть масса способов, то есть там по определению влияния на ваши продажи, по поисковой выдаче, по месту на маркетплейсе, по ассортиментному пересечению, то есть целый-целый набор инструментов, которые могут позволить именно сделать такой анализ, ну, и в дальнейшем сузить количество конкурентов, которые вы мониторите, до тех, которые действительно важны, выбросив тех, кто не нужен. Сложность этого... Женя, а подскажи, пожалуйста, можно же это делать для оффлайна? То есть такая методика вообще, в принципе, применяется? Да-да-да. Ну, то есть здесь очень похожая методика. То есть не все инструменты работают, потому что поисковой выдачи нет. Но определение именно давления конкурентов, то есть как они давят на ваши продажи, такое делают даже по оффлайнам. То есть я правильно понимаю, что здесь, наверное, нужна какая-то, может быть, геоаналитика, да, там, расположение конкурентов для оффлайн-сетей, чтобы понимать, насколько они влияют, там, в зависимости от расстояния и так далее. То есть это вот в эту сторону, да? Да-да-да. Там, кстати, нам нужно много данных, потому что нам нужны продажи, ну, наши продажи исторические, и нужны исторические цены с конкурентов, для того, чтобы сделать релять. И вот это, поэтому стоит, вот, играть три плюсика этой сложности, поэтому это достаточно такой сложный анализ. И компании часто не могут это сделать, внутри, потому что не хватает там экспертизы, и это просто физически сложно собрать какое-то количество данных. В онлайне с этим чуть-чуть. А сколько нужно истории, вот, для того, чтобы такой анализ провести, минимальное количество? То есть понятно, что зависит от качества, но вот минимум. Да, мы говорим о том, что нужно 60 наблюдений. То есть нужно 60 точек наблюдений. Спасибо. Тогда как-то статистически коррелирует. Спасибо. Спасибо за вопрос. Так, и следующий кейс – это автоматизированная, интегрированная система ценообразования. Давайте здесь я немножко раскрою. То есть интегрированная, что это значит? Начну со второй части. Интегрированная. Интегрированная означает, что мы имеем в системе ценообразования все необходимые данные для принятия ценовых решений, которые мы можем использовать либо в правилах, либо в нейронных сетях. То есть здесь как бы… Все зависит от того, какими инструментами вы обладаете. Важно, чтобы в системе ценообразования были доступны различные источники данных. Таких как трафик, продажи, остатки, себестоимость и так далее, и так далее. В зависимости от конкретных бизнесов может этот риск очень сильно расширяться. Промо-акции какие-то, которые были у вас. Чтобы в системе эту информацию можно было использовать. И в одном месте можно было отслеживать, делать соответственно какие-то ценовые эксперименты и отслеживать эффекты этих ценовых экспериментов. Это проинтегрированные. Автоматизированная. Здесь немножко сложнее. В таком плане… То есть не всем такая система будет нужна. Надо говорить откровенно. Компанию, у которых тысяча SKU, одна ценовая зона, которым нужно поменять тысячу цен. С какой-то ценовой… С какой-то частотой. То, наверное, такой компании нет смысла заморачиваться как-то сильно с какими-то тяжелыми системами ценообразования. Можно решить это тем же самым, там, не знаю, Excel, еще чем-то. Но как только мы начинаем наращивать количество SKU и количество ценовых зон, а ценовая зона – это может быть там все, что угодно. Это может быть и ценовая зона, и регион, и город, и формат магазина. Ну, все, что угодно. То сложность как бы начинает… Начинает расти очень сильно. И появляется прям потребность системы ценообразования. То есть, ну, если у вас ценообразование занимает, наверное, больше, чем один человек, ну, там, один человекодень в неделю, то стоит задуматься уже о какой-то системе ценообразования, хотя бы какой-то там базовой. Но если у вас там задействовано порядка, там, 5-10 сотрудников ценообразования, они тратят по полдня каждый день на то, чтобы замедлить новые цены, то это абсолютно прямое показание рассмотреть какую-то систему автоматизации. Сложность у этого небольшая. Ну, сложность, конечно, может расти в зависимости, там, от конкретного кейса, но обычно эта сложность небольшая. Эффект тоже такой средний, но он дает еще побочные эффекты, то есть такие, как дополнительное увеличение оборота, потому как, ну, даже там, в каком-то базовом кейсе, когда мы будем чаще иметь более конкурентные цены на рынке, то у нас просто будет расти и, наше оборот, за счет количества времени, сколько мы имеем хорошие цены, и покупатели будут чаще нас убирать. Также для руководителей, которые занимаются ценообразованием, повышение управляемости процессом, то есть можно определить там какие-то ценовые стратегии, и система будет следовать им, то есть не будет вот этой сложности, связанной с Excel, связанной с текучей различных Excel-ек между собой, какого-то там айтишника, который обладает сакральными знаниями, как они связаны, и не только он может нести, или там какая-нибудь выгрузка из 1С, которая там по 15 минут загружается, ну, то есть очень много разных кейсов покрывается автоматической системой ценообразованием. Далее. Есть кейс анализа ценовых экспериментов, ну, то есть из-за того, что мы видим, компании в принципе экспериментируют со своим ценообразованием, они пытаются найти какую-то оптимальную ценовую стратегию, делают это за счет создания и проведения каких-то ценовых экспериментов, где выделяется какой-то ассортимент, ему присваивается какая-то новая или измененная ценовая логика, дальше происходит имплементация этих правил, имплементация этих цен непосредственно в торговую точку, и потом нужно проанализировать результат, то есть нужно понять, а как вот этот ценовой эксперимент повлиял на наши бизнес-кейпиаре, соответствуют ли наши ожидания от того, что мы хотели достичь этим экспериментом, нашим фактическим результатом. Мы видим, что зачастую это сложно, потому что если вопрос аналитики в общем, по группе товара, например, он решен, то когда, ну зачастую в компаниях, то когда нам нужно выделить какую-то часть ассортимента и проанализировать именно ее, то это зачастую достаточно сложная задачка, и на это тратится много времени. И вот по-хорошему ваша система ценообразования должна обладать таким функционалом и помогать вам в том, чтобы доказывать руководству или самим себе, что вот этот ценовой эксперимент был хорош, и его стоит расширять на большее количество ассортиментов. Ну, так как это связано с агрегацией большого количества данных, то есть нужно посмотреть на этот ценовой эксперимент с разных сторон, на трафик, посмотреть, как трафик поменялся, оффлайновый или онлайновый, как повлияло оно на бизнес-сети, а на маржу, на оборот, то это все, знаешь, начинает очень сильно осложняться. Очень сложно добиться того, чтобы мы на один график это все могли поместить и посмотреть. Женя, я правильно понимаю, это некая такая система поддых анализов, то есть постановки экспериментов на ограниченной группе, чтобы потом применять их в массовой сети или в онлайне и выбивать максимальный потенциальный эффект. Именно здесь мы говорим о том, что специализированное программное обеспечение может дать информацию не только посчитать цену автоматически, но оценить, насколько это может повлиять на будущее, и оценить потом ретроспективно, насколько это сбылось, чтобы принимать определенные решения уже стратегические. Да-да-да, это именно про это. То есть в данном конкретном случае это про прошлое. Следующий слайд у меня вот про будущее. Нам нужна, ну, любая система образования должна помогать в принятии решений, и если, ну, по сути, она должна давать нам возможность, прежде чем мы применим какие-либо цены, она должна нам с большой точностью предсказать результат. Потому как можно наделать делов, если мы поставим неправильные цены. Система ценообразования должна хорошо иметь счета, ну, там, с точностью, там, 90 плюс процентов. С тем, какое применение данного конкретного сценария, который сконфигурирован в данном системе, как оно повлияет на основные бизнес-показатели, то, что вас интересует в текущий момент, в текущий ассортимент. Хотите вы захватить долю рынка или вы хотите увеличить свою маржинальность. Зачастую сложность этого крайне высока, потому как вот именно построение систем предиктивной аналитики это сложная математическая задача. Зачастую она использует нейронные сети, то есть это еще более повышает, потому как просто простые статистические методы, они, к сожалению, не настолько точны и нейроны с этим справляются гораздо лучше. И, собственно, повышает дальше уровень сложности того, что должна делать система ценообразования, как она может помогать в текущих условиях. Понятно, что правила в различных группах товаров, ими нужно управлять, их нужно выбирать, параметризировать, периодически оценивать, хорошее ли это правило или нам нужно заметить на какое-то другое. И есть системы на текущий момент времени, которые умеют делать это умным образом, где вы задаете, по сути, две основных метрики. Это одну метрику, которая нужно растить, вторую метрику, которую нужно защищать. И дальше система как раз генерирует вам оптимальные цены, то есть системы ценовой оптимизации, при которых достижение вот этих самых метрик будет максимальным. Женя, можно вот эти вопросы я вот часто встречаю с клиентами. Конечно, каждый бизнес хочет наращивать прибыль валовую, это одна из основных целей существования любой компании. Зачем нам нужны еще какие-то метрики по выручке, по штукам, еще какие-то другие? Зачем нам наращивать другие? Мы можем на весь ассортимент поставить наращивание прибыли и все. Зачем, для чего это применяется? Какие могут быть кейсы здесь? Зачастую, если мы возьмем какого-то крупного ритейлера, у которого изначально он вырос из, допустим, консюмера электроники, а потом они захотели пойти в какой-то новый сегмент товаров, например, там, подушки, то стратегии для различных групп товаров, они будут абсолютно разные. То есть где-то те группы товаров, в которых они традиционные, в которых компания имеет хороший бизнес, хорошую узнаваемость на рынке, там будет стратегия на маржинальность, а вот товары, в которых они новые, которые мы хотим захватить какую-то долю рынка, соответственно, там нужно наращивать продажи в штуках и на самом деле. Понятно. То есть это там некие роли, роли категории, и они кладутся с бизнесовых таких определений, там, новые, эксклюзивные, в некую метрику, которую нужно поддерживать либо наращивать. Да-да-да, то есть никакой ассортимент, он не... То есть ассортимент никогда не бывает одинаковый. То есть компания, когда абсолютно ну, про сайты, записан, малого бизнеса, начинает расти, они, соответственно, начинают принимать различные роли и отдельных и отдельных и в принципе групп товаров начинает по-разному к ним относиться и начинает делать такой сегментированный более такой fine-tuning подход, где достигают максимальных показателей в различном различном организме. А еще скажи такой вопрос, тоже часто мы сталкиваемся с ним, и вот можно ли там от недели к неделе, да, поставить метрику себе на рост, допустим, выручки, и будет ли она действительно расти каждую неделю? Есть же некий такой предел и потолок, да, то есть нельзя каждую неделю растить, она вот в итоге когда-то достигнет свои пределы каких-то возможностей, а как в этом случае вот быть ценовому аналитику или категоридным менеджером, если вот он поставил себе цель по наращиванию выручки, а вот не видит ее? Как принять решение? Из того, что из тех подходов, которые мне нравятся, которые есть сейчас на рынке, есть подход к customer experience, который говорит о том, что повышение покупательского, улучшение покупательского опыта снижает новую эластичность, снижает чувствительность покупателя к цене, соответственно, если вы будете давать, как ритейлер, будете давать лучшие сервисы, а это может быть заставка, гарантии, обслуживание магазинов, ничего, что угодно, то покупатели будут все больше и больше, готовы будут платить больше и больше денег за вот эту премиальность. И когда мы достигаем какого-то плато, а мы его достигаем всегда, при помощи системы оптимизации, мы быстро достигаем этого плато, то дальнейший рост, выход на следующее плато возможен только с качественным переходом в области именно customer experience. Эти оба подхода очень работают хорошо вместе, когда есть команды, которые работают на customer experience и есть какой-то инструмент, который позволяет находить новые оптимизации. И вот мы находим, мы увеличили customer experience и, соответственно, система нашла наш новый максимум. Спасибо. Спасибо. Да, сложность здесь как бы максимальная, такие решения зачастую построить внутри крайне сложно, потому что нужно очень много экспертизы, математическая экспертиза, data science, чистые данные, ну, в общем, это очень сложно и такие решения зачастую покупаются. Но эффект, бизнес эффект от них максимальный, потому как, по сути, для компаний, которые достигли какого-то плато в области, например, географической экспансии, и они вот хотят все дальше еще чуть-чуть нарастить выручку, вот такие системы являются прям спасением. Даже там никакие правила, насколько бы они сложные не были, они не позволят найти именно этот максимум. Ну, и финальный кейс, это гибридное ценообразование. Гибридное ценообразование в таком плане, что это, наверное, наиболее часто встречаемый кейс, когда мы, понимая жизнечные роли товаров, мы понимаем конкурентную среду, мы выделяем часть товаров, которые должны быть там, например, KVI или там traffic drivers, мы их выделяем в отдельную группу и ценообразовываем их по правилам, включая туда конкурентный мониторинг, поэтому эти товары очень прозрачны для рынка, то есть любой клиент может посмотреть, зайдя на price comparison или там на marketplace он может легко увидеть цену и принять решение, где он хочет купить. И с другой стороны есть остаток товаров, которые не настолько прозрачны для рынка и нету такого покупательского поведения о том, что они все мониторятся и допустим, переходы на эти товары переходят из marketplace, трафик льется из гугл-шоппинга или яндекс-маркета и вот в этих товарах это такая серая зона, то есть в покупательском мировосприятии это серая зона и покупатели не помнят цены, какие у них, какие есть там. И вот здесь лучше всего использовать подходы именно управления через спрос, через нейронные сети или же какие-то правила без мониторинга, где можно зарабатывать, то есть не становиться в минимальную цену конкурентов, а где можно действительно наращивать свою маржу, используя какие-то альтернативные правила. Это как бы максимальная сложность, потому как оно включает в себя все различные кейсы, которые есть, про которые я сегодня рассказывал, и также обладает максимальным эффектом, ну и наверное в нашем понимании это целевая схема каждого ритейлера, ну и соответственно влияние на бизнес KPI, на количество времени, которое мы тратим на поддержание всех этих правил, оно снижается, плюс снижается стоимость мониторинга, потому что мы мониторим только товары, и не мониторинг, ничего другого. Итого, то есть на этом слайде я вынес все вот эти кейсы, то есть еще раз проговорим, что мы покрыли сегодня, разделение частоты списка конкурентов по группам товаров, разделение частоты мониторинга по важности, кивая несколько раз в день, лентейл реже, мониторинг маркетплейсов вместо прямых конкурентов, снижение количества конкурентов через определение конкурентного давления, автоматизация ценообразования через автоматические системы бизнес, которые работают по бизнес-правилам и интегрированную систему ценообразования, также снижение затрат на анализ ценообразований экспериментов, ну и прогноз бизнес-кипиев перед применением цена. Ну и что касается автоматизация при помощи нейронных сетей, то здесь это уход от правил в пользу нейросетей, ну и гибридное ценообразование. С моей стороны это все, здесь такой меня совет, наверное, что ли, требуйте от вашего провайдера ценообразования максимум, что он может вам дать, неважно это внешний провайдер, или это внутренний IT-департамент, или это какая-то ERP-система, в которой есть модуль ценообразования, она должна соответствовать вашему бизнесу, с вашим ожиданием. спасибо большое за внимание, и я готов ответить на все вопросы, которые есть. Да, Женя, спасибо большое, было интересно, сейчас подождем, может быть, возникнут вопросы какие-то у нас. А подскажи, пожалуйста, вот то, о чем ты рассказывал сегодня, такое обособленное отдельное решение, вот классические компании любят ценообразовывать в ERP, вот можешь там сказать два каких-то отличительных черты вообще специализированного программного обеспечения с системой ERP, то есть в чем выгоды, в чем плюсы. Да, тут на самом-то деле одни сплошные выгоды. Самое главное, наверное, это то, что вот компании, которые специализируются на ценообразовании, они ну вот 24 часа в сутки думают, как сделать свой продукт лучше. В то время и вот они его затачивают именно под различные кейсы под конкретных клиентов, они слышат этих клиентов, они не реагируют, в то время как производители ERP, они от них добиваются каких-то изменений в системах, ну, в базовых модулях ценообразования, но это практически нереально. Ну, количество инвестиций, которые делает специализированный прайсинг-провайдер и именно прайсинг-решение, количество времени, которое инвестирует создатели ERP-систем, ну, оно просто несравнимо. То есть это больше фокуса на какую-то узкую тему дает соответствующий эффект, Да, 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 именно абсолютно. И от, ну, я не знаю, я был эти директором много лет и вот когда я встречался с какими-то системами, которые я просил какие-то изменения в эти системы, чтобы они соответствовали нашему бизнесу, но это были какие-то, не знаю, там, полгода, год, пока выйдет какой-то релиз, в котором будет тот функционал, еще он будет не в том виде, в котором нужен был изначально. А компании, которые специализируются на образовании, они развивают свой продукт, во-первых, быстро, во-вторых, они абсорбируют весь опыт рынка, вот всех тех клиентов, которые работают на, с которым они работают, и мы получаем новые улучшения в системах ценообразования, которые мы даже не просили, у чего первых пишек практически очень сложно. А как вот твое мнение на самом деле о компании, которая два конкурента, стоящих, условно, дверь в дверь, может быть, в онлайне очень ярко известные, конкурирующие, у одной компании есть система ценообразования такая обособленная, у другой нет и все считается на уровне экселя или перевода наценки в полку. Насколько конкурентное преимущество создает именно система ценообразования, насколько это действительно важно. Часто клиенты воспринимают это как просто автоматизация, просто пересчет цены. А если здесь борьба такая бизнесовая, то есть не просто посчитать, а еще и завоевать там рынок и так далее, насколько конкурент почувствует, что у него появилась система ценообразования обособленная, как быстро мы окажем влияние на него? Да, это прекрасный вообще вопрос. И здесь из того, что мы видим на рынке, то есть система ценообразования это действительно инвестиция, которая дает конкурентное преимущество. в каком плане? Чаще всего ценообразование достаточно примитивное у ритейлеров, к большому сожалению, это действительно так, то есть все пользуются какими-то базовыми правилами, конкурентными данными, непонятного качества, в общем, страшно. Система ценообразования, которая особенно достаточно сложная, которая способна найти для моего конкретного бизнеса мой ценовой максимум, она вообще даже будет путать конкурента, потому что конкурент не будет вообще понимать почему такие изменения, и если даже он будет следовать нам, то вообще не факт, что его бизнес вообще как-то будет хорошо реагировать на это. У каждого бизнес индивидуален, у каждого вот этот customer experience, который есть в каждой компании, он свой, и именно восприятие каждого ритейлера у покупателя свое. Поэтому то, что способность генерировать систему ценообразования, вот те словые рекомендации по вместо той системы по бизнес-правилам в Цельчике, ну, это абсолютно разного класса решения, и даже сравнивать их, наверное, не бесплатно. Очень сложно их сравнивать, и они дают прям сильный сильное конкурентное преимущество, даже если конкуренты стоят вверх. Хорошо, Жень, спасибо. Я тогда приступлю, наверное, к своей презентации. Коллеги, если есть еще вопросы по тому, что рассказывал Евгений, задавайте чат, мы там ответим, соответственно, попозже. Небольшой спайс, меня еще, да, если нужно, если вы хотите узнать больше про какие-то решения, вот есть QR-кодик, можете его сканировать смартфоном, обратиться к Светлане, и она вам поможет, как с вами связаться и как получить демо нашего продукта. Ну, в конце еще раз об этом расскажем. Спасибо, Жень, да. Коллеги, да, переходим ко второй части презентации. Коротко о себе, на самом деле, у нас есть уже записи видео и в анонсах по вебинару, сейчас скину их в чат, можете пройти и посмотреть, долго представлять себя не буду, там я более подробно об этом рассказывал. В целом, у меня такой же там примерно опыт отраслевой, я занимался на образовании, занимаюсь порядка 10 лет, как со стороны бизнеса, так со стороны ИТ, реализованные проекты по интеграции и созданию своих систем, ну и развитие уже такое более бизнесовое, стратегическое. И сталкиваясь с на образовании уже, так скажем, в полях в бизнесе, я всегда обращал внимание, что это не что-то одно, то одно время мне хотелось пригласить аналитиков каких-то, когда-то мне хотелось купить систему, когда-то настроить процессы, я понимал, что это все работает только в связке, потому что эффект можно, так скажем, ценообразование, система ценообразования это такой не некий калькулятор, он не работает сам по себе, он работает во взаимодействии с другими системами, им управляют люди и принимают решения о тех рекомендациях, которые система дает, для этого нужны все три составляющие, и когда мы говорим об оптимизации, мы можем говорить об оптимизации затрат операционных, ну, например, на мониторинг, то, о чем рассказывал Евгений, на пересчет цен временных, можем оптимизировать процессы внутри компании, и тем самым тоже получить эффект, можем оптимизировать самих людей, так скажем, обучая их и развивая, переводя их в новые квалификации. Потом я здесь хотел больше поговорить о бизнесе, об оптимизации внутренней, такой внешней, а оптимизации внутри компании, и к чему это может привести, значит, из двух составляющих. Первое, ну, оптимизация бизнес-структуры. Есть две основные роли в компаниях, кто занимается ценообразованием, базово, то, с чем можно чаще всего, наверное, встретиться. Это категорины, именно роли, да, это не должность, да, роли, которые выполняют. Это категорийный менеджер и ценовой аналитик. При этом здесь нет, наверное, правильного ответа, кто лучше или хуже будет управлять ценообразованием, потому что категорийный менеджер ключевым образом очень хорошо знает свою категорию, знает тренды на рынке, знает поставщиков, знает, кто лучше, кто хуже, и он примерно понимает некую ценность продукта, которая составляется на текущий момент в вашей сети конкретно, да, ее конкурентные преимущества. Но он ничего не знает о ценах, он не понимает, что есть там, не знаю, эластичность, и, конечно, ему сложно говорить о каких-то нейронках, он работает больше вот как раз таки по правилам, некие ценообразования, очень плотно работает с поставщиками, знает, что будет завтра, ничего ожидать. Ценовой аналитик, наоборот, он не понимает ничего в категории, он управляет всеми товарами, для него что яйцо, что сахар, что молоко, это одна и та же сущность, которая выражается цифрами, но при этом он преследует корпоративную политику, да, он говорит о всяком ценовом восприятии, о товарах KVI, о том, что мониторить и как часто это делать, и какими правилами стоять, но совсем не понимает, что за продукты он ценообразует. И это вечная, на самом деле, борьба, которую можно встретить в полях, в реальных компаниях, что человек, который формирует такой аналитический подход к ценообразованию, не всегда договаривается с тем, кто управляет категориями. И здесь нет как бы некого правильного ответа, кто правильнее, кому правильнее это делать, структуры существуют разные, есть четыре базовых подхода к управлению ценообразованием, полностью децентрализованное ценообразование, когда категорийный менеджер имеет все инструменты, помимо четырех, остальных, да, трех P для управления ценами, он несет полную ответственность за KPI свои, но при этом у него хватает времени, так как ассортимент очень большой, хватает времени только на фокусный ассортимент, на фокусные позиции, которые очень сильно влияют на его KPI, туда он больше всего внимания управляет, внимания своего фокусирует, но при этом не соблюдается корпоративного ценовая политика, ну, то есть, допустим, дешевый я или дорогой, один категорийный менеджер решит, что я хочу в этой категории быть дорогим на рынке, другой категорийный менеджер, что дешевым, и будет некий такой перекос, да, нет единости, потому что каждый отвечает за свои KPI. Может существовать отдельный отдел ценообразования, который полностью отвечает на цены, но категорийный при этом теряет свое, свои механизмы по достижению KPI очень важные, да, через ценообразование. Есть третий вариант, когда отдел ценообразования формирует некую ценовую политику, да, то есть он говорит некие правила, допустим, кого мониторим, как часто мониторим, какими правилами стоим, где с нейронками, где с наценками стоим и так далее. Он задает некие рамки игры, а категорийный менеджер, ну, по сути, что-то вроде исполняет или может повлиять на эти категории, на рамки игры. И здесь мы теряем скорость реакции, да, вот сейчас кризисная ситуация, нам важно, важно получить скорость реакции, скорость изменения, адаптации наших правил игры как раз, да, и получается два человека, и они начинают бороться за свою правоту, так скажем, да, вот как раз в этих рамках игры теряется, теряется живучесть, так скажем, этого процесса. И есть четвертый вариант, когда у каждого категорийного есть некий такой свой ценовой аналитик и есть такое ценовое комьюнити внутри компании, где вот собираются отдельные категории, коммерческая, да, история, и отдельные аналитики, которые пытаются договориться, и это возможно договориться о там ценовом восприятии, о том, как позиционировать компанию, да, это уже некое, некое сообщество, в котором можно правильно принимать решения в общем о ценообразовании в компании, при этом не забирая инструменту категорийного менеджера. И опять-таки здесь нет правильного подхода, какой он дает максимальную эффективность. Можно делать и так, и так. Все зависит от того, насколько сильный категорийный менеджер в вашей компании, насколько он действительно отвечает за KPI и насколько он сильно может осознанно управлять инструментами, которые помогают KPI достигнуть. Если это так, если ваш категорийный менеджер действительно силен и категорийный менеджер просто не хватает, например, инструментов для правильного принятия решения, то, конечно, вам будет больше подходить структура без отдела ценообразования либо с операционным отделом ценообразования. Если категорийный менеджер имеет эти инструменты, но делает это всегда неправильно, то есть у вас постоянно возникает, не знаю, каннибализация категорий, например, или кто-то кого-то постоянно поедает, Вам нужны будут ценовые аналитики, вам нужно будет матричное подчинение. При этом есть еще несколько уровней по ценовой политике, которые соблюдать будут обе эти роли. Самый верхний уровень – это ценовая стратегия руководства, которая формирует непосредственно такой самый базовый стратегический подход. Там появляются зоны, роли, категории, о чем Евгений говорил, что новые продукты, их нужно будет выводить на рынок. И эта стратегия такая бизнесовая, условно появится документ, скажет, выводите этот продукт на рынок. Как его реализовать? Это будет реализовано через ряд различных инструментов, цена образования в том числе. Например, у данной категории появится новая роль, и она имплементируется в KPI по наращиванию продажи в штуках, например. Потому что самое важное при выводе продукта или при завоевании его доли на рынке, важно нарастить штуки, но при этом постараться не упасть в маржи вниз. То есть вы уже начинаете конкретику управлять. Это уже тактическая история. Но стратегия появляется на уровне руководства компании в виде некой такой корпоративной стратегии по основному восприятию. Я встречал кейсы, когда компания пыталась совершить разворот с эконом-сегментом, например, в премиум-сегмент. То есть представляете, что это нужно много всяких различных вещей сделать. Это и маркетинг был, и цена образования. Появились новые типы категорий, новые подходы, новые зоны и так далее. Категорийный менеджер – это более низкий уровень. Он составляет уже некие специфичные правила, потому что в категории стоит один базовый KPI. Получить миллион конкретно месяц. Но категория состоит из разных брендов, на нее влияют разные конкуренты. И важно теперь сделать такие некие тактические правила игры, как достичь того KPI, который нам спускает руководство сверху. И исполнение ценовой политики, именно прям операционное, может лежать на отделе ценообразования. Он может считать их непосредственно каждый день, соблюдая те правила и соблюдая ту стратегию, которую формирует сотрудник выше. Если говорить более приближенно по структуре, из чего она уже может состоять, то, с чем я, например, сталкивался в небольшой компании. Часто, если так подойти к компании, где нет никакой системы или подхода к ценообразованию, обычно сидит какой-то операционист, который выгружает себестоимость, прибавляет туда наценку, получает цену, заливает в 1S-код. Он каждый день этим занимается. Более осознанный такой подход к ценообразованию даже в небольших компаниях может существовать отдел ценообразования, где есть две роли – аналитик по ценам и менеджер по ценообразованию. Один из них работает ежедневно с данными, анализирует и может формировать некие гипотезы. И таких людей может быть несколько, они могут быть разделены на группы категорий, на кластера и так далее. А менеджер этими сотрудниками специально управляет. Те рекомендации, которые они формируют, они могут передавать категорийным менеджерам и инициировать таким образом некие эксперименты. Вот то, о чем говорил Евгений, пробовать экспериментировать с чем-то, получать какой-то эффект. То есть это ребята такие аналитики-аналитики. Где они могут находиться – это не важно. Категорийный менеджер – это те люди, которые будут отвечать за результаты таких аналитик. Это такая типичная на самом деле структура. При этом вы понимаете, что большая часть работы ложится на аналитическую функцию. То есть 1-2 часа в неделю категорийный менеджер будет уделять анализу тому, что можно рекомендовать либо система, либо ценовой аналитик. Тех или иных людей можно будет заменять блоками в определенной системе. Например, если мы говорим о решении автоматизированном, когда вы посчитаете цены, посмотреть, какое влияние это окажет на вашу KPI, какие данные получали на вход и проанализировать рынок, можно уже и в системе, и ценовой аналитик по ценам, он уйдет. То есть вы тем самым сократите, оптимизируете свои затраты на управление ценами непосредственно, дав инструмент категорийного менеджера. Поэтому каждую роль, которую мы говорим в виде человека, ее можно заменить машиной, в какой-то степени заменить машиной. И машина может давать всю необходимую информацию для принятия решений, графики и так далее. Но и это еще не все. Мы понимаем, что даже если у вас ничего сейчас нет с точки зрения системы ценообразования, у вас как минимум могут быть эти роли, им нужно взаимодействовать, у них должны быть регламенты, принципы. Но ценообразование – это не аутентичная система, она вроде казалось, только посчитала цены, отправила их завтра, и завтра у вас спрос поднялся или увеличился, потому что вы работаете в рынке и в условиях каких-то изменений в виде сезона, праздников и так далее. Поэтому может появляться еще куча всяких вещей вроде маркетинга, который управляет промо и распродажами, смотрит на бэкморжу. У вас есть те, кто следят за конкурентоспособностью, часто это отдел отдельный в ценообразовании, в продажах. Есть закупки, которые планируют объем закупок. Если вы завтра снизите цену на 20%, у вас объем продаж вырастет, у вас товары, магазины останутся просто без полок, без пустыми полками, точнее. Есть автозаказ, которому нужно планировать и цепочки поставок, и довести товар в нужном объеме. И на все эти процессы влияет так или иначе ценообразование. Их нужно интегрировать во все бизнес-подразделения со всеми IT-системами. Это не просто, да, мы посчитали цену, а это оказывает очень большое влияние. Потому что, конечно, мы можем сейчас в системе поставить, вот в нейросетях поставить, сказать, давай наращивай мне выручку. И система посчитает, но она считает, в неком голубом океане считаем, что товар наш бесконечен. Это основная задача ценообразования, найти оптимальную цену, рассчитывая, что товар всегда будет, например. И потом эту информацию нужно передавать в системы, допустим, закупок и автозаказа, чтобы действительно обеспечить то, что сделала ценообразование. Это должны быть интегрированные процессы. Можно ли это сделать зациклено, допустим, в той же системе ERP? Да, какие-то вещи можно сделать, но управлять как бы полным циклом, как бы что ценообразование является посылом к всем основным участникам процессов, это не базовая функция любой системы ERP. Именно поэтому вот то, о чем говорил Евгений, автоматизация и интеграция, да, это два важных таких кита, два сопоставления противоречащих часто друг другу, потому что есть некая осознанность принятия решения, да, и есть автоматический подход, где человека нет. Есть и нужен некий такой, некая середина в этом. Это то, как вы можете сейчас уже задуматься и оптимизировать свой бизнес, свои бизнес-подразделения и взаимодействие между участниками с помощью, может быть, просто прописания регламентов, да, или переформирования подразделения, забрав ту или иную функцию, например, у категорийных менеджеров, отдав отдельному человеку, кто принимает решение по ценам. Либо интегрируя в какое-то решение, которое помогает эти решения, автоматизировать эти процессы. И есть другой блок в оптимизации ценообразования, это дифференцированное ценообразование. Вот кто сталкивался, наверное, может быть, знает проблематику дифференцированного подхода ценообразования. Евгений об этом упоминал сейчас много, да, разделение, вот классическая история разделения ассортимента на KVI и Backbasket, когда KVI мониторится, да, и тут вот вопрос, какое количество позиций нужно мониторить. Приводил несколько кейсов с расчетом, что можно больше, можно меньше. Тут вопрос всегда, зачем, да, нужно ли, как бы, ритейлеру всегда хочется быть дешевле всех на рынке. И там ассортиментная матрица в 20-25 тысяч SKU, это страшное дело, да, мониторить еще особенно каждый день ценообразовывать. А нужно ли это делать вообще? И тут вот есть подход дифференцированный к ассортиментным корзинам. Я уже молчу о том, что есть категорийная стратегия, да, по бизнесовое, да, там есть там конвининс-товары, трафик-мейкеры и так далее. Есть то, что вы выводите на рынок, там есть другая стратегия. Есть такое более серьезное разделение товаров на, так называемые, там, корзины или роли категорий. И есть еще такое кросс-категорийная история, как разделение на KVI и Backbasket, например. И тут всегда стоит вопрос, а как, какое количество соотношений должно быть, потому что всегда это инвестиция в маржинальные. Сейчас будем об этом подробнее говорить. Вторая часть дифференцированного подхода – это подход географический, да, то есть разделение на те самые ценовые зоны. И вот теперь, если возвращаясь к командам, да, то ваши затраты на управление с дифференцированным ценообразованием будут зависеть от вашего тактического подхода к такому ценообразованию. То есть чем больше у вас будет зон, тем больше вам потребуется людей или тем больше вам потребуется времени категорийного менеджера, чтобы он управлял таким количеством зон. Потому что у вас будет отличаться ценовой зоник, ценовая политика. Это логично и естественно. И хочется получить такой некий баланс. То есть вроде как идеально управлять до каждого магазина, и это максимальный финансовый эффект. И самое плохое – это управлять всеми сетью одинаково. То есть везде цены одинаковые. То есть истина, она где-то посередине, и мы всегда балансируем между финансовым эффектом и затратами, а это, считай, прозрачность, эффективность и скорость, да, и затратами на управление. И тут вот два вот этих кита, которых я очень хотел коротко разобрать. Это кластеризация и ценовые зоны. Есть два базовых подхода к определению как раз этого сбалансированного, серединного пути между вся сеть один кластер и каждый магазин один кластер. Есть два подхода основных. Это через структуру потребления. То есть мы смотрим базово, например, средний чек, трафик, не знаю, и долю какого-то продукта определенного. И каждый магазин имеет разные показатели данные. И так по ним мы можем по трем, по четырем, по десяти, которые мы выбираем, можем разделить магазины на определенные группы, схожие по поведению. А можно через внешние. Близость к конкурентам, локация, социально-демографические характеристики, там уровень дохода, например, количество семей в богатом, в бедном районе магазин стоит. То есть мы еще не говорим о том, как это влияет на наши продажи, но это помогает объединить магазины в некие похожие группы, так скажем. И кажется, то, о чем я говорил, да, что кажется, что максимально эффективно управлять каждым отдельным магазином отдельно. Один магазин, один кластер. То есть мы более фокусно это делаем. Но это, первое, несет высокие затраты на управление. А второе, не всегда хватает данных для того, чтобы сказать, чем магазин так сильно специфичен. Потому что все-таки, естественно, одинаковых магазинов не бывает. Все они очень сильно отличаются. Но если у вас в магазине всего лишь 100 человек в день, то сказать, что вы там сможете, например, какую-то прогнозную систему построить даже на тех же нейросетях очень сложно. Да, и просто не хватает данных для того, чтобы закономерности установить. А в кластере этих данных больше. Естественно, там есть аутлайеры, которые выпадают из того или иного кластера. И они шумят, но в общей куче мы получаем какую-то некую закономерность. А с другой стороны, да, на другой чаше весов, это максимальная неэффективность управления всей сетью или там одним городом, как одним кластером. Это очень быстро и проще управлять. Катеринный менеджер, естественно, не смотрит на эту историю. У него все, единая цена для всех, какая-то некая базовая или 2-3 базовых. И это очень быстро. Но это точно максимально неэффективно, потому что все-таки мы живем в рыночных условиях. И рядом с нами, естественно, кто-то пытается бороться. Я сейчас вот покажу вам примерный подход к кластеризации. Скажите, как увидите. Увидите монитор. Коллеги, поставьте плюсик, видно, не видно. Либо видно. Да, вот подход к кластеризации, который мы в свое время делали в фармацевтике. Мы делали его больше, чем на трех показателях. Но это такой базовый пример. Когда мы брали долю парафармацевтики, средний чек и конкурентное влияние, аналитические некие такие показатели, разбивали магазины по трем показателям. И получали некие группы схожих. Нам кажется, что наши сети, они везде одинаковые, чем в одном городе. Но мы понимаем по данным, что это не так. И здесь пример такой, он базовый, как бы обучающий. На самом деле мы итоговую кластеризацию сделали по семи параметрам. Но это семимерное пространство. Физически это изобразить уже, естественно, невозможно. Но те метрики, которые мы используем для того, чтобы кластеризовать магазины, они могут сильно отличаться. И вот то, о чем говорил Евгений, это вот customer experience, то, что дает ваша сеть помимо цен, можно включать также в эти метрики, если их можно оцифровать. И, конечно, когда мы начинаем и подбирать эти метрики, и подбирать методологию кластеризации, мы как раз и пытаемся отбалансировать ценообразование с частью, или сократить затраты, и повысить максимальную эффективность. Вот это как раз та аналитическая функция при ценообразовании, о которой я говорю. Сейчас я верну презентацию. То же самое относится к KVI. Это дифференцированный подход к ценообразованию ассортиментом. То есть что это за товары? Те товары, которые покупатель помнит, ну, точнее, уровень цен на них он помнит. Конечно, до копейки, до рубля они помнят. И причем самое, что отличительное, часто воспринимается это самые продаваемые товары. Вот у меня был кейс, что у меня в KVI попали не самые продаваемые товары. Например, телевизоры, которые стоили по 500-600 тысяч. Почему они вдруг стали KVI? Ну, потому что они создают ценовое восприятие какой-то сети непосредственно. И так как вы покупаете такие товары редко, вы же делаете заключение о магазине, дешевле он или дороже, или какой у него уровень сервиса на таких редких покупках. И редкие покупки могут быть и очень дорогими. Если вы пять раз купили дорогую вещь, но дешевле всех какой-то конкретной сети, вы думаете, что это все дешевле всех. Поэтому здесь может быть KVI, может быть и дешевые, и дорогие товары, и часто покупаемые, и не часто покупаемые. А важно здесь сказать, что это те товары, которые создают именно ценовое восприятие, уровень цен на которые ты помнишь. И, как правило, это товары, которые строго ориентированы на рынок, именно то, что мониторится, вот то, о чем рассказывал Евгений. И для компании, конечно же, если мы говорим, что мониторится, для компании это всегда инвестиция в маржу, потому что выравнивая цены под мониторинг, не по правилам или не под нейронку, вы всегда будете снижать свою маржинальность, которую вы могли бы потенциально получить, если бы вы не конкурировали с клиентом. И тут важно, конечно, подобрать то количество KVI, чтобы инвестиция в маржинальность была минимальная, а эффект был максимальный. То есть клиент думал, что вы находитесь в том-то или ином сегменте, не убегал от вас, и количество позиций, которые вы мониторите, было меньше, чтобы вы не падали в много маржин. Где, соответственно, искать KVI? KVI ищут в KVL-категории, в KVC так называемых, категориях доли образовывающих, доли важных. Есть подходы, как их искать. Можно искать KVI в CDT, Customer Decision Tree. Категории – это некие группы спроса. Ну, например, хорошим примером группы спроса может служить, не знаю, гречневая группа и рис, которые объединены категории и группы разные, но CDT одно. Мы часто переключаемся среди этих товаров, особенно в кризисной ситуации. Можно непосредственно самый простой подход в категориях. Ну, или вообще убрать категории, взять, тренажировать все товары, взять некие топовые товары без учета каждой категории. А каким образом это делается, и какие базовые показатели для этого используются. Это пенетрация в чек, продажи в штуках, в рублях. И если есть у вас программа лояльности, пенетрация в чек по лояльности. То есть то, как часто покупают товары, в каком объеме их берут. И либо можно ориентироваться на исследование рынка, Nielsen, GFK, где получаем информацию о уровне дистрибьюции доли рынка. Ну, частая история, что товар часто покупается в вашей сети, а его пенетрация высока только потому, что он присутствует в вашей сети, а больше нигде нет. Уровень дистрибьюции у него очень низкий. И можно ли сказать, что это KVI? Ну, наверное, нет. Никто не сравнивает уровень цен между вами и конкурентами. Поэтому либо это не KVI вообще, либо KVI с какой-то определенной слабым влиянием. Ну, и также может быть, с которой используется аналитическая функция, это чувствительность или эластичность. Вот для этих вещей, для того, чтобы проводить такие аналитики, выбирать список KVI, да, как отдельный модуль, вам, конечно же, потребуется определенное специализированное решение для этого, да, чтобы получить максимальный эффект. И теперь, если объединяя это все с командой, кто бы мог этим заниматься? Да, мы понимаем, что здесь появляются, во-первых, процессы по дифференцированному подходу к ценообразованию, как операционные, так и стратегические. То есть вам нужно будет разбивать сеть на кластера, вам нужно будет разбивать ассортимент на виды и корзины, вычислять и вычленять те самые KVI, потому что они меняются во времени. Вам нужно решение, которое позволит этот процесс имплементировать, реализовать. А дальше у вас еще операционно будет управление ценами по пересчету, по согласованию, по влиянию на ценовое восприятие, на ценовую политику. И возвращаясь в то, с чего мы начали, специализированные решения, они как раз об этом и говорят, о том, что эти модули как раз в нем и содержатся. То есть тут задавая вопрос, не есть ли, например, какая-то логика по подбору KVI или ценовых зон в любой системе ERP. Ну, здесь не в минус ERP, да, но просто почему этой функции нет в ERP. Ну, потому что это не ее базовый функционал, да, вот то, о чем говорил Евгений, сравнивать очень сложно. Или предиктивный анализ при ценообразовании есть ли, но, наверное, тоже нет. И вот этого процесса зацикленности, конечно, это тоже не базовый функционал ERP. Ну, и, конечно же, не базовый функционал Excel, если так говорить, то, с чем сталкиваемся в компании. И традиционно мы завершаем каждый вебинар предложением, если вдруг вам интересно то, о чем мы рассказывали по части именно решения, да, о подходах, которые мы рассказываем, мы все это имплементируем. Совместно с Компитера и подходы о QVI, дифференцированном ценообразовании, и о мониторингах онлайн, и о поиске сильных конкурентов. Вы все также можете прислать нам заявку на демонстрацию системы, мы вам ее расскажем, покажем. Евгений вот уже показывал данный QR-код. Могите запрос уже там отправить. Можете здесь его сделать сейчас. Коллеги, если есть вопросы, можете задавать. И у нас много уже присутствует людей, которые были на предыдущих вебинарах. Мы будем ждать вас на следующих. Темы дальше будут интересны, они будут корректироваться, уточняться по времени. Сейчас еще отправлю ссылку. Я подожду тогда еще пару минут. Если, может быть, у вас есть какие-то интересные темы, которые вот сейчас в анонсе не обозначены, и вам они отдельно интересны, может быть, по системе или по бизнес-подходам, можете написать сейчас в чат. Мы их включим обязательно в ближайший анонс. Да, можно прям коротко, тезисно. Да-да. Пока люди пишут вопросы какие-то, у меня тоже родился один один из... Скажи, пожалуйста, вот магазин, он находится там в каком-то, не знаю, спальном районе, да, и вот в этом районе живет какой-то определенный контингент людей. Ну, CRM Data, я надеюсь, все ритейлеры понимают, что это суперважно, и у нас есть по ним CRM Data. И вот мой вопрос о том, а как нам использовать CRM Data в поиске нашей оптимальной цены? То есть насколько это вообще важно или не важно? Как с этим быть? Спасибо, да, здесь отличный вопрос. Есть некая такая следующая ступень по развитию ценообразования, когда и все сейчас хотят на самом деле на рынке об индивидуальном ценообразовании или ценообразованием для сегментов покупателей. Конечно, без CRM здесь вообще никак не обойтись, да, без карты лояльности. Но здесь всегда сложно доносить там уникальную цену для конкретного сегмента покупателей. У вас есть локальный, находится магазин, да, у вас там бабушки-студенты ходят, как-нибудь рассказать, что у них цены могут быть разные на разные корзины. Оптимизационно-технически мы можем это оптимизировать, да, а вот бизнесово донести это не можем. Поэтому вот мой опыт, как мы это использовали, ну, там, эту программу лояльности, здесь там CRM Data, для нескольких вещей. Первое. Мы могли засечь некую каннибализацию трафика, да, по картам лояльности. То есть мы знали, какие магазины нашей сети он посещает и какая дистанция между магазинами важна для покупателей. Это мы использовали в кластеризации, например. И второе. Мы при выявлении ключевого ассортимента, например, KVI, мы смотрели нетипичных покупателей, которые, ну, условно, случайно заходящие, да, и которые шумят в продажах, чтобы вычистить данные таким образом, чтобы, ну, там, найти правильный подход к оптимизации, найти правильный подход к поиску ключевого товара, да. Потому что, конечно, каждый день у нас появляется очень много шумов, и покупатели очень разные. Важно их сегментировать и убрать тех покупателей, которые не важны, ну, не то чтобы не важны, да, а выбрать тот сегмент покупателей, на который вы сейчас ориентируетесь. Вот тот кейс, о котором я говорил, о переходе компании с эконом-сегмента в премиум-сегмент, как понять, что нужно сделать, какой товар и какую цену предложить, если у вас нет CRM-даты, как это проанализировать? Ну, никак, конечно, вы этого сделать не сможете. Нельзя просто, задрав цены, сказать, я перешел в премиум-сегмент. Нужно взять ваших покупателей, которые находятся уже в премиум-сегменте, их будет меньше, естественно, посмотреть, что они покупают и что им нужно, и попытаться как бы масштабировать эту историю. И вот здесь, конечно, без CRM-даты уже никак. И то же самое касается, например, если вы хотите сделать некую стратегию на наращивание, например, премиум-сегмент или наоборот, ухода в эконом-сегмент, вы можете взять отдельную группу людей по CRM-дате и попытаться пропушить, поразвивать этот товар через промо, например, или попробовать позиционировать ценообразование каким-то определенным образом, просто уведомляя покупателя. Поэтому, Жень, ну тут отвечая, подходов очень много, их масса, как используется ценообразование, но ключевым образом это о кластеризации может использоваться, ну такая не самая сильная история. И позиционирование price perception, ценовое восприятие на рынке, потому что все-таки, да, магазины, они разные, находятся в разных локациях. Мы часто встречаемся, например, не знаю, в магниты, пятерочку, ленту и в эконом-районе, и в премиум, да, и мы оцениваем там весь вал выручки, но мы не понимаем, какие сегменты покупателей туда ходят. Если у нас есть программа лояльности, конечно, с этим проще и проще этим управлять. Вижу вопрос. Извините, Рашфруйти, KVC, CDT, где, это где искать KVI? Да, хороший вопрос. KVC, KVL, категории – это ключевые категории. Ну, есть некое ранжирование категорий, разных подходов существует много. Условно, KVC – это доля, образующая вашу категорию, категории, за которой приходят ваши покупатели. Тут все, конечно, зависит от того, какова структура у вас категорийная, да, но базово там курица, бананы или food retail, да, если говорить, курица, бананы, молоко и так далее. И в них, то есть, чтобы вам не брать и не искать KVI в каждой категории, в полотенцах, например, или в палатках, вы выделяете какой-то фокусной категории, в которой вы будете это делать. И это и называется KVC. Есть методология и подходы в поиск данных KVC, да, то есть как это определять. Там тоже может быть несколько метрик. Например, вот как мы показывали, да, в кластеризации, там, средний чек, количество покупателей и, там, доля какого-то продукта определяет кластеризацию. То же самое в KVC. Есть некий score-анализ, когда вы говорите, там, выручка, доля в обороте и, там, чистота покупки, да, пенетрация в чек, да, данные категории. Вот три показателя, которые определяют, насколько категория KVC-шная, так скажем, да. CDT – это Customer Decision 3. Это немного другой подход. Это то, как покупатель принимает решение о покупке. Ну, например, вы приходите покупать воду. Допустим, первое, что вы думаете, хорошо, я хочу газированную или негазированную. Второе – вы, соответственно, так в ветке углубляетесь, да, дальше в негазированной воде вы, там, хотите полтора-литровую, двухлитровую, вы, там, внизу углубляетесь еще дальше, да, и дальше у вас появляется бренд, например, цвет, еще что-то, какие-то вещи. И вот на нижней ветке у вас могут появляться KVI, либо на каком-то из этих уровней может появляться KVI. Важно определить, на каком уровне, да, в CDT вам важно создавать позиции, которые будут делать ценовое восприятие. И это некий другой подход к, так скажем, набору SKU, в которых вы будете KVI искать по скорингу, который я описал. Надеюсь, ответил. «Надо ли условия кризиса все-таки мониторить, как обычно, а можно все-таки сейчас упростить процесс и остановить только KVI и Fresh, например?» Женя, вот, наверное, можешь ты ответить, могу и я ответить или дополнить. Хороший вопрос. Да, значит, ну, смотрите, то есть все зависит от того, как вы на текущий момент ценообразовываетесь, какая ваша стратегия ценообразования, разделяете ли вы товар, если вы, например, говорите о том, что у вас есть KVI, то вопрос, как вы ценообразовываетесь и все остальное. Может быть, вы можете не уменьшать количество мониторинга. Ну, мониторинг, в принципе, такая штука, неплохо бы иметь эти данные даже для нейросетей. То есть конкретные данные надо периодически получать. И, может быть, можно снизить частоту мониторинга. И это тогда вы тоже будете получать эти данные, но просто с меньшей частотой, и у вас будет окапливаться история, и она очень хороша для того, чтобы в дальнейшем с этим работать. Если у вас, ну, тут как бы часто очень все зависит от бюджетов. Если у вас бюджет резко урезается, то, ну, рекомендация KVI, конечно, мониторить часто. Поэтому они будут бизнес-образующими. И вот LongTable или BackBasket все-таки либо вообще снимать от мониторинга, либо переводить в менее частый. Да, спасибо. Я, наверное, дополню. Вот с чем я сталкивался. Я вот прошел два кризиса с ценообразованием, 14 и 8. Обычно в кризис увеличивается частота. Ну, есть небольшое расширение по количеству KVI, там, фреша, ну, то есть ассортимент, который мониторится, да. Хочется более, ну, так скажем, это из-за страха некого, да. То есть там сейчас все будут куда-то ориентироваться. Вдруг расширится список товаров, давайте тоже расширим. Но обычно это не оказывает эффекта именно расширения ассортимента в мониторинге. Но вот частота становится важнее. То есть требуется просто чаще смотреть, что происходит. Потому что ситуация меняется очень динамично. Поэтому сказать по части расширения ассортимента, наверное, нет или там незначительно, либо ассортимент, ну, который сейчас на слуху, да. Очевидно, что сейчас аптеки мониторят маски. Понятно, почему это происходит. Тут не нужно какого-то супераналитического подхода. А вот что касается частоты мониторинга, то ее вам нужно будет увеличивать. Нужно будет учащать. Потому что все очень сильно меняется. И сейчас ритейлеры, конечно, пытаются менять цену очень часто. Что касается там QVI, там и фреш. Вот фреш, мне кажется, он навечно останется тем, что нужно будет мониторить. Вот, опять-таки, проходя кризис 2014 года, он больше всего ударил по российскому рынку, по части фреш, потому что, понятно, там было эмбарго на ввоз. И казалось, что фрукты просто перестанут быть актуальными в том объеме, в котором они были. Да нет, это все остается, переориентировались на новые рынки. Мы, кстати, рассказывали об этом на одном из предыдущих вебинаров. Переориентировались на новые рынки, и фреш все равно оставался драйверообразующим, трафикообразующим. Зачем люди шли? Поэтому здесь ничего не поменяется, опять-таки, да. Надеюсь, ответил от Наталья. Коллеги, есть ли еще вопросы? Нам интересно, на самом деле, вот с чем вы сталкиваетесь, что вам было бы интересно еще услышать, может быть, в следующих темах, более подробно, более фокусно. Потому что сейчас мы рассказываем то видение эти кейсы, с которыми мы сталкиваемся непосредственно. Может быть, какие-то бизнесовые вам вопросы интересно поделиться опытом. На самом деле, по QR-коду вы можете задать эти вопросы так, что, да, это не обязательно запрос демонстрации. Может быть, вам просто нужна какая-то короткая консультация, можем с вами связаться и рассказать. Нет вопросов? Коллеги, спасибо за внимание тогда. Жень, спасибо тебе за интересную презентацию. Я приглашаю вас еще раз на следующие вебинары. Сейчас я скину ссылочку. Будет еще отдельная рассылка. Так что спасибо вам всем за уделенное время. И здоровья и удачи вам на рабочем месте.